Сергей Олегович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, и привет всем нашим зрителям. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, много новостей, и сегодня, конечно, и вчера было немало. И вот с вчерашней новостью я бы хотел в особенности начать наш с вами эфир, потому что с вами это безумно интересно обсудить. Дело в том, что издание Wall Street Journal сообщило о том, что за гибелью Евгения Пригожина стоит секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Значит, как сообщают источники Wall Street Journal, они ссылаются на западные спецслужбы и бывшего офицера российской разведки, значит, все это устроил Патрушев, а Путин, так сказать, дал зеленый свет. Он не был против, вот так они пишут. Американская газета называет его, то бишь Патрушева, правой рукой Путина на протяжении десятилетий. И вот по данным этого издания взрывное устройство было помещено под крыло самолета, на котором Пригожин направлялся домой в Питер. Ранее газета напоминает Путин на пресс-конференции заявлял, что на борту взорвалась ручная граната. Все это в совокупности может быть похоже на правду? Так работают спецслужбы? Это стиль, это почерк Патрушева? Или он здесь в принципе ни при чем? Это может быть похоже на правду, но вся эта бодяга – это бодяга и туфта. Абсолютная бодяга и туфта, потому что все, что написано в этой статейке… Вообще я перестал с уважением относиться к американским ведущим газетам Washington Post, New York Times и World Journal, потому что они нам занимаются вот этой херой, извините меня за выражение, я уже просто сдерживать себя не могу, потому что это подогретая информация, это все разогретая консерва. Об этом мы проговорили в конце августа этого месяца, этого года и в начале сентября этого года, все это известно, ничего нового здесь не сказано. Ссылка на бывшего сотрудника разведки, российской разведки. За исключением себя, я не знаю никакого бывшего сотрудника разведки в Европе, который бы был сертифицирован как таковой. То есть на самом деле, либо вы фамилию назовите, на кого вы ссылаете, потому что я это интервью в World Journal не давал. И эту ахинею я им не нес, потому что они про Патрушева написали просто ахинею такую, это писал явный совершенно дилетант в спецслужбах, в спецслужбах, который выдаёт, и писал дилетант для дилетантов, потому что писал в газете широкого профиля, который не является специализированным изданием ни геополитическим, ни разведывательным. И поэтому они, значит, Патрушева характеризуют как руководителя разведывательной службы. Патрушев никогда в разведке не работал, никогда вообще в жизни. Он работал в контрразведке, он работал в службе безопасности, но не в разведке, а его представляют как сотрудник разведки, как руководитель разведки. Это вот такой ахинея в этой статье просто, ну, там, каждая вторая строчка. Дальше всё это просто такая любая, вот то, что написано в этой статье, на самом деле это никакой не инсайт, это просто умозрительная конструкция, которая вполне себе нормальная умозрительная конструкция. Да, написана большая статья, взяли они просто статью из Википедии, о Патрушеве и переписали, ну, плохо её передали, потому что они даже не знают там, так сказать, ну, они правильно изложили в целом его биографию, но они не знают нюансов этой биографии, да, потому что они говорят, и вот, допустим, там Путин потом его повысил до секретаря Совета Безопасности. Когда Путин снял Патрушева с поста директора ФСБ и перевёл в Совет Безопасности, это было увольнение фактически, это было наказание Патрушева, а они подают это, типа, как чуть ли не продвижение по службе. Другое дело, что Патрушев, потому что Патрушев тогда бодался с Чемизовым, по-моему, или с кем-то там, ещё с кем-то из путинского окружения, и Путину это надоело, и он снял обоих, вот, и, значит, и сослал обоих, вот, и в результате Патрушев оказался, в общем, на помойке, потому что Совет Безопасности, если в мирное время, то это просто помойка, туда ссылают всех основных генералов, которые просто не знают, что с ними сделать, да, и они там, это такая синякура, помойка синякура около Кремлёвская, вот, но Патрушев, в принципе, сделал из неё рабочие органы, это вот он сделал то же самое, что сделал в своё время Сталин, тогда, когда его назначили генеральным секретарём ЦК партии, а в то время, когда его назначали, это было, там, в 22-м году, в 1922 году, этот пост, это был просто секретарский пост, это вот, надо понимать, что это был канцелярский пост, это никакой не руководитель партии, руководитель партии был Ленин, Троцкий, там, Камень, Зиновьев и так далее. Сталина поставили, вот, просто бумажки переперекидывать, и вот Патрушев, Путин сделал то же самое с Патрушевым. И вот в этой статье вот таких нюансов очень много, и вот, то есть, понятно, что даже если какой-то источник у этой статьи был реальный, вот, они говорят, бывший офицер разведки, который поддерживает связи с Кремлём и со своими коллегами по разведочной службе. Покажите мне этого человека, назовите мне этого человека, кто этот человек, который поддерживает в Европе связи с Кремлём, да? Прозрачно я вообще вижу, что это генерал СВР. Вот прозрачно из того, что они сказали, это источник этой статьи, это генерал СВР. Но покажите мне его связи с Кремлём, и покажите мне его связи с бывшими коллегами по разведке. Да, у него есть инсайт, да, у него там есть какие-то, какая-то информация, но в Кремль он не вхож абсолютно, никто ему в Кремле, в Кремле ничего не рассказывает, точно так же, как и Валерий Дмитриевич Соловьев, вот, и так далее. То есть, в принципе, на самом деле у меня претензий к этой статье гораздо больше, чем то, что она реально могла сказать, но, опять же, у меня претензии, как у профессионала. Как у профессионала, мне эта статья неинтересна, потому что это просто подогретая консерва, подарок такой рождественский Патрушеву на Новый год, из него сделали чуть ли не там второго лица в государстве, вот, и это непонятно, что, с какой целью, потому что это обычно делают для того, чтобы его утопить, потому что в диктаторских режимах, когда вы поёте «Асанну» и «Аллилуйю» какому-нибудь второму лицу, то обычно первое лицо его потом душит и увольняет, и убирает из власти. Вот, у меня такое впечатление, что целью этой статьи было убрать Патрушева, затопить Патрушева, вот, потому что там говорят о том, что вот у него там большие надежды, он хочет стать преемником, вернее, не сам лично, а своего сыночка. Ну, вот мы видели, что Путин, значит, его издевался над яйцами Патрушева-младшего 14 декабря, вот, так что вот там история такая вот сейчас, это вот опять же банка пауков, борьба между башнями Кремля, и вся эта статья, у меня такое впечатление, что она участвует в этой борьбе между башнями Кремля. И вообще, кстати, американская пресса, последнее время такая ведущая, превратилась просто в желтую, абсолютно в желтые таблоиды, которые сливают очень часто путинские статьи, путинские нарративы, которые снимают, сливают, например, историю, что все пропало в Украине, все, сдавайтесь, ребята, идите, это самое, соглашайтесь на то, что вам предлагают, пока еще предлагают, вот, или наоборот говорят, что Путин вообще все готов к переговорам, все готов заканчивать войну, и вообще надо с ним разговаривать, и пора уже с ним договариваться, потому что хватит уже воевать и так далее. То есть и все это дело транслируется через Вашингтон-Пост, через Нью-Йорк-Таймс и через Wall Street Journal, а также Newsweek, Economist и так далее. Вот, в этом смысле у меня очень большое теперь недоверие ко всем этим подобным статьям, вот, и эта статья меня очень сильно заела, уела, потому что ничего нового она не говорит, а три дня весь мир, там, я не знаю, у нас уже во Франции, тут мне оборвали телефон, Сергей Олегович, прокомментируйте статью, что вот замечательно. Я им говорю, ребята, вы переслушайте мои интервью с Юрием Бибиком в конце августа и в сентябре месяце, мы с ним говорили 4 месяца тому назад, а вы теперь проснулись, значит, Wall Street Journal проснулась и решила, значит, написать нам эту самую статейку замечательную, да? Вот, это, в общем, такая, ну, откровенно говоря, просто ахинея. Вот, но, так сказать, переписана статья из Википедии правильно, хотя, в общем, акценты расставлены неправильные, вот, но переписана, в принципе, правильно для американского обывателя, на которого, в общем, эта статья и рассчитана, она вполне сойдет. А вот американскому бизнесмену и руководителю предприятия, который читает Wall Street Journal, да, это вот их основная все-таки аудитория, это люди, которые все-таки такие серьезные люди в пиджаках, с галстуками, в котелках, которые ходят там на этом самом, на Уолл-стрите, вот, она им не подойдет, потому что это ахинея, конечно. Но такая хорошо сконструированная ахинея. Интересно, спасибо огромное за предметный всеобъемлющий ответ, Сергей Олегович. Вы вспомнили о том, что сейчас в особенности пресса пишет о каких-то переговорах, компромиссах, стол переговоров и так далее. И действительно, вот «Нью-Йорк Таймс» сегодня выходит со статьей, в которой журналисты утверждают, что Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта в Украине. Значит, в чем его задача? Его задача в том, чтобы все осталось по линии фронта, не метро я не сдам, в смысле Путин, а сейчас можем договариваться. И более того, для этого он задействовал там и, значит, африканских лидеров, и когда они приезжали в Москву, а позже в Киев, это тоже все связанная история между собой и так далее. Вот на эти вещи как следует реагировать правильно? Это отражение мысли, знаете, политикума американского, например, или желание, да? Или, например, это проплаченная история, лоббирование, я не знаю. Может, это правда, может, это неправда. Вот как это все воспринимать правильно? Это проплаченная история, это лоббирование, поэтому надо свернуть аккуратненько газету «Нью-Йорк Таймс» и засунуть себе или кому-нибудь еще вот в левое ухо, да? Вот, поэтому это, конечно, лоббирование, это кремлевский нарратив, это вот то, о чем я вам говорил, что в этих газетах регулярно печатается, то есть, грубо говоря, Путин, так сказать, с одной стороны, то есть, с одной стороны, он 14 декабря выходит на пресс-конференцию и говорит, что в Украине не будет мира до тех пор, пока я не достигну всех своих целей. Да, а потом «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Путин готов пойти на мир. Да, а с Путиным как можно заключить мир? И ему ответ, кстати, дают тут же и президент Зеленский, и советники президента, и министр обороны, и глава офиса президента, говорят, а как с Путиным вообще можно сейчас что-то подписывать? Потому что это человек, который нарушил Будапештский меморандум. По Будапештскому меморандуму, меморандуму, Россия была гарантом суверенитета Украины, гарантом суверенитета Украины, территориальной неприкосновенности Украины в обмен на ядерное оружие, которое Украина отдала Российской Федерации. Гарантом. Российская Федерация нарушила свое слово, а единожды, нарушив свое слово, с ней вообще не о чем просто разговаривать сейчас. То есть, где гарантия, что Путин выполнит это слово? Дальше. Вот только в этом смысле статья Wall Street Journal про Патрушева и Пригожина интересна, потому что, опять же, Путин дал слово Пригожину, что он его не тронет, что все, кому захочется уехать, все уедут, все останутся живыми и здоровыми. И потом его торжественно взрывают. Опять же, вот только-только вам одна статья говорит о том, что этот человек не держит свое слово по отношению к самому своему ближайшему окружению, и тут же нам New York Times пишет, а с ним надо договариваться. О чем с ним можно договориться? О чем можно договориться? Вообще, этот человек урод и сумасшедший. И самоубийца и сумасшедший. Вот просто мы не можем до конца понять, в какой степени он самоубийца, в какой степени он сумасшедший. Вот, то есть, строго говоря, нужен психиатр, чтобы разобраться, что там у Путина в голове. А они нам говорят, надо с ним садиться за стол переговоров. Ну и что? И что дальше? Ну сели вы за стол переговоров. Вот Сталин с Гитлером заключили пакт о ненападении в 39-м году, в августе 39-го года. И что дальше? И что дальше? Ну заключили они этот пакт. 22 июня 41-го года Гитлер сказал, возьмите ваш этот пакт и все, и до свидания. И ничего не будет, ничего. Вот с людьми, которые вот так устроены, а Путин устроен именно так, с ним не о чем договариваться. То есть, с ним может разговаривать, только договариваться, только либо наивный идиот, либо сумасшедший такой же, как ты. Вот я сомневаюсь, что люди серьезные на Западе наивные идиоты. Да, и значит, таким образом, что тогда, если они не наивные идиоты, то они тогда подлецы, циничные подлецы, которые говорят, у него есть газ, нефть, золото, алмазы по дешевым ценам, и мы очень бы хотели снова зарабатывать деньги на его дешевых газе, нефте, алмазах и тому подобное. То есть, выбор такой, либо наивные идиоты, либо циничные подлецы. Я вот не вижу серединки, а нам бы хотелось серединку. Нам бы хотелось нормальных, рациональных, но одновременно, рациональных политиков, но одновременно людей, которые придерживаются ценностей, которые понимают, что такое свобода, которые понимают, что такое слово, которые понимают, что такое репутация. У Путина нет репутации уже. Все. Нет у него никакой репутации. Путин политически уже давным-давно мертвый человек, все у него, вся репутация, которая у него была, человек, который выходит после Пригожинского мятежа и говорит, я его 10 лет финансировал из госбюджета, а до этого он 10 лет каждый раз, когда его спрашивали, что такое Пригожин, он говорит, я к нему никакого отношения не имею, это частная фирма, это у них что-то там такое, они сами что-то там мухлюют где-то там за границей, да, но они такие крутые ребята, не глупые, вот видите, нашли какие-то там африканские алмазы, копи, там, я не знаю, золото, бриллианты, вот, и сами там крутят к каким-то делам, но я к ним никогда не имею никакого отношения, а потом он в июне 23-го года выходит и говорит, что никакого Пригожина нету, частная компания физически не существует, этого юридического лица нету, но я его из государственного бюджета финансирую уже 10 лет, это сказал Путин, так мы с каким Путиным будем подписывать чего-то, который нам говорит, что их там нет, да, значит, вот у нас теперь есть еще один грушник, и Багнеровец, который сбежал к голландцам, и который говорит, что я вам теперь расскажу все, как было по-настоящему, Пригожин, кстати, то же самое сказал, почему Пригожина убили, потому что в июне месяце он сказал, что когда была аннексия Крыма, и когда был Донбасс, там не было никаких сепаратистов, там Российская Федерация все это замутила, и не было никаких бомбежек украинцами, Донбасса не было, это был Путин, который сам из украинского оружия бомбил Донбасс для того, чтобы сказать, что вот видите, Киев вас забил, вот, и все это, и был Гиркин, полковник ФСБ, который устроил бойню в Краматовске и в Славянске, да, вот, и вот все это, ну, это было всем известно, всем специалистам, всем экспертам это было известно, и даже людям, которые хотели, и широкой публике, которые хотели бы разобраться, это было тоже понятно, потому что у того же самого Суркова взломали в свое время электронную почту, и было тысяча документов, где он у себя в кабинете принимает первых заместителей министров, там, нескольких министерств, и говорит, что вот мы это поставляем в Донецк, вот это поставляем в Луганск, значит, оттуда берем наших солдат, значит, и там мертвые, раненые, все эти солдаты вооруженных сил, БДВ там и так далее, то есть там все черным по белому было написано, это там все документы существуют, существуют, базы данных существуют, есть кому-то там расследование нужно провести, пожалуйста, ради Бога, все это есть, а тут вдруг еще свидетель внутри образовался, и получается, что, а Путин говорит, их там нет, что он говорил по поводу аннексии Крыма, это не мы, вообще зашли какие-то люди, непонятно, непонятно кто такой, а потом, буквально через два года, он сказал, что российские войска зашли, и все, если я сказал, все, то есть Путину верить вообще в чем-то, какой идиот тядет с Путиным вообще за один стол переговоров, с Путиным может садиться только Эрдоган, которому Путин запускает к нему самолет, он его сбивает сначала, а потом садится переговаривается с ним, говорит, вот, вот все, и все, с Путиным только так, вот тот, кто по морде бьет ему, чайником, вот тот сможет дальше с ним уже о чем-то переговаривать, и опять же, о чем переговариваться, о том, что он сдает все, он соглашается на наши условия, потому что его условия, кому они нужны, его условия, он же сказал, что мира не будет пока что, вы не выполните моих целей, а его цели какие, уничтожить Украину, как независимое и суверенное государство, уничтожить государственность внутри Украины сейчас, и уничтожить законную, легальную власть внутри Украины, разоружить Украину, расхурочить ее, и вот это его мир, это вот на этих условиях не надо выходить, и больше того, и даже нет гарантии, что он их выполнит, эти условия, то есть даже, ну, вы представьте себе, даже вот, ладно, хорошо, вот Украина говорит, бог с ним отдаем, 20% весь восток Украины, значит, левый берег Днепра отдаем, крест с ним ради мира, где гарантия, что завтра он не придет, и снова не начнет бомбить тот же самый Харьков, Днепло, Киев, и дальше не скажут, а теперь отдавайте мне еще 20%, а потом еще 20%, а потом еще 20%, а потом Прибалтику мне отдавайте, а потом Польшу мне отдавайте, а потом Румынию мне отдавайте, то есть, когда он получит Украину, он наверняка дальше устроит Молдову, потому что сейчас у него доступа нет, как только появится доступ к территории Украины, он Молдову устроит такой же бандар, так что с Путиным вообще не о чем разговаривать, и в этом смысле президент Зеленский абсолютно был прав, когда, по-моему, 30 сентября прошлого года, он принял документ, он проведен решением комитета Совета национальной обороны и безопасности, о том, что с Владимиром Владимировичем Путиным разговоров не может быть никаких, это документ официальный. Путин, кстати, врет все время, он говорит, Украина приняла документы о том, что с Россией нельзя переговаривать, с Россией никто не принимал, с Путиным лично приняли решение не переговариваться, это, кстати, абсолютно правильное решение, я его поддерживаю тремя руками. Блестящий ответ, я подписываюсь под каждым вашим словом, Сергей Олегович, по поводу отдать Прибалтику, позвольте в заключении вас спросить вот о чем. Издание Bild, раз уж мы сегодня идем по прессе, сообщило, что Россия может напасть на Европу зимой 2024-2025 года. Об этом сообщает Bild, еще раз повторю, со ссылкой на собственный источник в европейской разведке. Речь идет о периоде между уходом нынешнего президента США и приходом его преемника в январе 2025-го. Российские власти надеются, что пост займет Трамп, так как при нем может произойти все, что угодно. То есть Россия может напасть на Европу зимой 2024-2025 года. Это вероятно? Нет, нет, невероятно это все. Это немцы сами себя пугают для того, чтобы закрыть бюджетный кризис, которого не существует. То есть Германия находится в том же самом состоянии, как и Соединенные Штаты Америки, когда вот у США менялся спикер Нижней Палаты Конгресса, и когда у них там они не могли утвердить бюджет и так далее. В Германии сейчас проблемы с утверждением бюджета, проблемы с выделением помощи Украины и так далее. И самое главное, что Германия в прошлом году или даже, по-моему, в этом году сказала, что она понимает, что она на самом деле беззащитная и она собирается 100 миллиардов евро вложить в свою оборону. А теперь это надо провести конкретными решениями, теперь это надо провести через бюджет, а денег таких, в общем-то, лишних нету. Значит, вариант какой, что либо надо у кого-то забирать и вкладывать это в оборону, либо надо увеличивать государственный долг. А в Германии с этим делом очень строго, с государственным долгом. Они такие люди рациональные, люди очень разумные, и они не хотят обкладывать страну, то есть будущие поколения, передавать им всю эту бодягу, но одновременно понимают, что без армии, без обороны самим жить нельзя. И для того, чтобы провести это через Бундестаг, судя по всему, им нужно просто испугать общественное мнение немецкое, сказать, что русские танки стоят уже на границе с Германией, и вот если вы будете щелкать клювом и, так сказать, розовые пузыри пускать, то рано или поздно эти танки окажутся в Берлине. И вот для этого нужна была эта статья в Бильде. Это они сами себя попугали, чтобы получить финансирование, чтобы, так сказать, люди не заморачивались слишком сильно, политиканы, и не говорили, что вот там у нас сложности какие-то, и так далее. То есть Германии нужно, на самом деле, действительно вооружаться. У нее есть, кстати, возможности, чтобы вооружать себя саму. У нее есть собственное производство. Она сама производит аристии, она сама производит леопарды, она сама производит самоходные гаубицы. У нее есть чего себе произвести, но нужно бюджетное финансирование, которое сейчас там политиканы, значит, между собой там делят, кто согласится, кто не согласится. И вот для этого дела напечатали эту статью в Бильде. Спасибо огромное, что разъяснили. Всегда очень приятно с вами общаться, проводить интервью, и очень познавательно, и безумно интересно. Берегите себя, пожалуйста, Сергей Олегович. До скорой встречи в последующих эфирных слотах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!